Привет, туристы! Сегодня у меня маленький обзор моей новой палатки УП-2 мини. Опыт общения с зимними палатками у меня кое-какой есть. Я до этого пять лет эксплуатировал палатку Мабиба четырехместную. Палатка классная, но все-таки это мобильная баня больше. Потому что как бы она довольно таки большая, протопить ее сложно. Поэтому как бы я принял решение поменять палатки и вот приобрел палатку УП-2 мини. Итак, вчера вот мы приехали, приехали здесь вот снег был где она стоит. Поставил ее на снег. Как бы все знают, что палатка это автоматическая, ставится на самом деле очень быстро. Буквально я не знаю там полторы-две минуты палатка стоит. И так вот что меня вот лично поразило в этой палатке. Поехали. Итак, значит первый вариант. Это окна. Окна в этой палатке сделаны, состоят из четырех частей. Наружный клапан. Дальше вот это вот прозрачная пленочка. То есть как бы имитация окна. Дальше противомоскитка и внутренний клапан. Окна конечно сделаны очень оригинально. Вот мы вчера приехали. Я палатку поставил. Еще светло было. Как бы клапана открыл. Все в палатке абсолютно светло. Вот очень удобно. Окошечек таких два. То есть вот окошечки. Вон там видно. С той стороны еще одно. Это окошечко оно отстегивается. То есть можно вообще отстегнуть и будет как бы открытое пространство. Вот это вот первый момент. Второй момент меня поразил юбки. Здесь очень здорово сделана юбка. То есть юбка довольно таки большая, широкая. И самое главное она сделана очень грамотно оттяжки. То есть каждый вот кусок юбки вот этот вот да вот этот кусок юбки он имеет оттяжку по краям по краям. И что очень немаловажно по середине. То есть юбка оттягивается очень грамотно. А зимой это в принципе довольно таки значимо в плане теплозащиты. Так следующий вариант это вот этот козырек. Козырек. Я вчера вот две сушинки распилил. Поставил на оттяжках козырек вот этот. Очень нужная вещь. Он как бы в плане штормовых моментов. То есть защищает там от снега или вот как вчера было от дождя. Козыречка легко вот этот отстегивается там на пуклях. Можно отстегнуть, убрать. Вот. Но вещь конечно очень удобная. Я тут даже вон дрова складываю. Потому что все-таки зима у нас в этом году интересная. Периодически идет снег. Сырой, то дождь. Так что козырек. Оригинальное очень такое решение. Я ее растянул вчера. Вот оттяжку одну поставил справа. А основные вот две оттяжки я так вон к деревьям привязал. Только к целью того, что у меня здесь печка. Как бы опыта нет еще проживания в данной палатке. Я подумал, что лучше вот оттянуть эту сторону, где печка. Так. Идем дальше. Дверь. Ну вот эта дверь. Это опция. Я ее покупал отдельно. Вот. Та самая штормовая дверь. Она конечно очень удобна. То есть не надо молнии расстегивать там. Зайти, выйти. Очень удобно. Открыл, зашел. Она имеет вот ручку такую удобную. Самое интересное. У меня собака вчера уже прям махом научилась открывать ее, закрывать. Сама ходит, выходит из палатки. Итак. Это опция. Опция очень нужная. Дальше. Потом идут еще три двери. То есть наружная дверь, противомоскитка и внутренняя. Вот. Молнии. Все очень добротно. Я вчера проверил, посмотрел. Все работает хорошо. Вот. То есть двери сделаны классно. Так. Идем дальше. Ну палатка все знают двойная. Внутренняя палатка каркасу крепится очень оригинально. На липах. Очень удобно. То есть бывают ситуации, когда максимально облегчить, если в плане там какого-то лыжно-санного похода, облегчить транспортировку палатки. То есть в принципе в ней можно ночевать, убрав вот внутреннюю палатку. Только. И многие, я знаю, это делают. Только внешне. Палатка плюс печка. Итак. Внутри палатки. Ну, во-первых, я пол покупал теплый. Тоже опция. Ну вот на самом деле, как бы вот этот пол, вот ходить можно разутым. Я вчера прямо в одних носках простых. Вообще абсолютно тепло. Очень классный вариант. И плюс, как бы тоже многие знают, там есть клапана. То есть их можно открывать и фактически лунки прямо сверлить. И в общем-то рыбу ловить не выходя из палатки. Вот. Это то, что касается пола. Дальше. Теперь очень меня поразили вот эти вот карманы. То есть вот кармашек. То есть сумочка висит. Вот кармашек. И вот здесь еще один кармашек. То есть удобный очень вариант для, как бы, разных мелочей. Вот. То есть все можно положить. Очень удобно. Так. Дальше. Кстати, вот тоже купил у фирмы Берег раскладушку. Ну, там коврик я еще свой положил. Сам надувающийся. Вот раскладушка классная. Очень мне очень понравилась. Вот сегодня первый раз спал на ней. Вот. Все очень здорово. Приятно. Удобно. Вот. И складывается она в небольшой такой это самый сумочка такая. Не особо большая получается. Так. Дальше. Дальше. Это... Вот приятно то, что вот эту палатку делали люди, которые сами занимаются туризмом и имеют опыт. Вот эта полочка наверху. Полочка, конечно, очень удобная. В плане сушки. То есть печка, когда палатку прогревает, конечно, сверху температура больше. Вот. Поэтому все, что вот сюда не положишь, прям мгновенно высыхает на этой полочке. Карабинчики здесь вот такие существуют. Вот. Их четыре штучки. То есть к ним тоже можно все, что угодно прицеплять. Очень удобно. Так. Теперь пойдем к печке. Печка у меня экономка средняя. Экраны несъемные. Во-первых, вот то, что под ней, это идет в комплекте стеклоткань. То есть она просто снимается. Дальше, скажем, стенка палатки, она уже там вшитая. Вот стеклоткань тоже. Вот сверху вот здесь все так сделано здорово. Ну, в плане огнеопасности. Так. Сама печка. Вот на Мобибе у меня печка была. Я не помню, какая она марки была. Но с ней всегда были какие-то проблемы в плане ее протопить. Я всегда связывал с тем, что на Мобибе вот здесь вот стоял такую искрогаситель. Ну, видимо, может быть, он нарушал тягу. Вот. Не знаю. Ну, вот с экономкой вчера вообще проблем не было. В лесу сейчас все сырое. То есть вот древесина, я там сушнину, вот она и та сырая. Я ее наколол. Она прям сырая. Вот. Никаких проблем. Конечно, я взял с собой сухого горючего. Вот таблеточку сухого горючего. Тут какая-то береста. Все-все пошло-пошло-пошло. Вот. То есть печка мне очень понравилась. Особенно вот эта вот система. Очень оригинальная. Вчера уже в палатке было довольно-таки тепло. Я фактически последнее отверстие оставлял, наверное, одну треть только. Никаких проблем. Запаха никакого в палатке ни дымом, ничего не было. Вот. Единственный вариант. Единственный вариант. Вот хотите верьте, хотите нет. Я вчера последнюю закладку дров сделал где-то в десятом часу. В десятом часу вечера. Проснулся я сегодня половина шестого. Печка теплая. Печка теплая. Причем, ну, так, немножко прохладненько в палатке стало. Но печка была теплая. Я открыл, посмотрел. Там еще потихонечку что-то оставалось. Я еще вот закладочку сделал. И, то есть, до девяти утра мы спали вообще проблем никаких. Так что печка очень понравилась. На самом деле, говорят, что для протопки такой палатки хватает. И у них же еще есть более маленькая печь. Вот. Как бы ее хватает. Но вот я считаю, все-таки эта печка, она больше дает возможности поспать. То есть, из-за объема топки, то есть, больше процесс идет у нее горение дольше. Вот, вернее. И как бы очень здорово. Экраны. Экраны, конечно, так вот, когда печка так начинает, вот уже раскочегаривается. Немножко они, конечно, горяченькие. Но, как бы проблем не было. Собака ходит у меня здесь. То есть, она ни разу там ничего там не обожглась. Вот. Дальше. Многие люди готовят на ней, на печке. Я думаю, это возможен вариант. Потому что так она, ну, здорово прогревается сверху. Вот. Так что, все, что касается печки. Печка мне очень понравилась. Очень классная печка. Так. И последний, наверное, такой момент. Вот на что стоит обратить внимание. Вот палатка, она позволяет ходить здесь в рост. То есть, нет проблем там переодеться там. Ну, очень удобно. То есть, не надо там с горбленым ходить. Вот. Это очень мне понравилось также. Здесь вот у меня, кстати, собака спит. Я ему тулуп взял. Вот. Правда, он пытался вчера еще вечером несколько раз подвинуть меня с раскладушки. Но у него не удалось это. Вот. Так. Вот такая палатка. УП-2 мини. УП-2 мини. Вот вид из окна. Вот такая у нас в этом году черно-белая зима. Так. Вот. Ребят, единственный маленький совет. Кто соберется покупать вот эту палатку, посмотрите, пожалуйста, мой первый видеоролик, который называется распаковка палатки УП-2 мини производственной фирмы Берег. Единственное, я там сразу прошу извинения за некоторое качество этого ролика, особенно в начале. Я просто настолько увлекся распаковкой с самим процессом, что даже не сразу сообразил, что я снимаю в контровом свете. Ну, бывает такое. Вот. Посмотрите, пожалуйста. То есть, как бы палатка очень классная. Особенно приятно то, что на ней снаружи написано, что сделано в России. Это всегда радует, по крайней мере, меня. Поэтому посмотрите о моих приключениях в плане покупки этой палатки. А так, палатка замечательная. Вот. Буду ее эксплуатировать. Если будут какие-то нюансы в плане этой палатки, вот, конечно, буду какие-то там ролики еще снимать. Вот. А так, задавайте вопросы, кому что интересно. Вот. Опыт у меня уже, как бы, все-таки одного дня есть ночевки в этой палатке. Вот. У меня собака, собака, если она замерзнет, замерзнет, она будет там к тебе, там, пытаться забраться. Вот. Кстати, это собака. Зовут его Джек. Вот. Этой ночью собака меня не тревожила. То есть, она спокойно спала или там на своем месте, или где-то вот тут рядом со мной. Вот. Поэтому палатка, ну, ночью тепло в ней было. Вот. Поэтому вопросы есть, как бы, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...